Всем привет! Меня зовут Дарья и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из Google таблиц в Google календарь. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные из Google таблиц в другие системы. Например, создавать события в Google календаре по данным из Google таблицы, чтобы вовремя отслеживать расписание. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Sheets. Теперь необходимо указать действие, загрузить новые строки. На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с этим аккаунтом. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь необходимо указать файл и лист Google таблицы, из которой будут передаваться данные. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google календарь. Теперь необходимо указать действие, создать события. На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Google календарь к системе Apex Drive. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с этим аккаунтом. Когда подключенный логин отобразился в списке активной аккаунты, выбираем его и продолжаем настройку. Теперь необходимо заполнить поля данных. Укажите название вашего Google календаря, куда будут передаваться данные. Для того, чтобы назначить переменную, необходимо кликнуть в поле и выбрать ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и продолжаем настройку. На этом этапе вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем отправить тестовые данные в Google календарь. Переходим в Google календарь и проверяем результат. Если вас все устраивает, продолжаем настройку в системе Apex Drive. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настройок интеграций и удачи!